друзья всем привет ответы на вопросы и сегодня у нас два вопроса насчет таиланда и другой насчет вообще три вопроса но сейчас отвечу на два насчет таиланда потому что они одинаковые значит глеб и алина спасибо за вопросы и что смотрите анзор тиви первый вопрос от глеба весь вопрос зачитывать не буду если кому-то интересный вопрос просто на анзор . тв разделе вопросов записано как вопрос длинный буду по пунктам просто отвечать значит глеб насчет поездки в таиланд из россии дело в том что я в таиланд ехал с франции поэтому не могу точно отвечать на этот вопрос но мои предположения и людей которых я видел то есть лучше всего просто делать визу она делается очень легко что в россии что в любой точке мира это думает тайская виза делается очень легко просто брать билет в одну сторону и ехать не думаю что нужно страховаться покупая билеты другую страну или обратные еще билеты потому что все-таки таиланд это не европа когда едешь в европу шенгенская виза да там обычно страхуются то есть берут обратный билет еще отель заказывает что ты там проживает будешь потом обратно будешь ехать такие такие дела есть но в таиланде я думаю такого нет потому что все кто едет в таиланд ну как все очень много людей которые едут в таиланд точнее они берут билет в одну сторону потом спокойно продлевает на визу продлить не проблема поэтому таких заморочек как шенгенской визы я не думаю что надо делать но конечно есть сто процентов есть желание застраховаться есть лишние деньги естественно тогда можно взять эту тур поездку турпакет взять и спокойно ехать и как вы написали там жить первое время в отеле который уже забронировали то есть жить и искать себе жилье вот как минимум в два раза это будет конечно дороже потому что тур поездка она всегда идет в два раза дороже насчет поездки его дела теперь насчет а еще насчет от этих 30 дней насколько я помню там надо выезжать не 30 дней а надо выезжать кажется все таки 60 дней два месяца то есть каждые два месяца допустим ту же камбоджа выехал все это тоже очень просто очень легко выехал снова заехал и ты уже как бы заново скажем так в таиланде находишься вот и кстати еще насчет этого таиланда я дам внизу на этот вопрос не буду отвечать внизу дам ссылку это сайт влада если вы смотрели мои видео влад там живет работает работает то есть экскурсиями занимается одним словом он знает про таиланд все поэтому на его сайте на его форуме много полезной информации тоже для вас будет и как раз таки любые вот эти вопросы там тоже можете прочитать узнать и непосредственно ему эти вопросы задать чтобы уже поконкретнее скажем так чтобы на сто процентов быть уверены так теперь какие деньги рассчитываются рублями какие лучше деньги иметь валюта ну по большому счету разницы абсолютно никакой нет рубли евро доллар любая валюта таиланде принимается при том спокойно по улицам идешь и это обычно явление что мы берем рублей мы берем доллары и мы берем то мы берем все то есть проблем никаких нет но естественно если есть карта у вас желательно иметь карту просто вы вытаскивать ту сумму которая вам нужна также когда уже будете в таиланде тоже посмотрите желательно посмотреть так как уже долго будете жить я думаю со временем это уже сами поймете сумма процент который берут берет автомат потому что есть где-то побольше берет процент и там ну смотря какую сумму снимаешь то есть ощутимый скажем так вот тем более по тайским деньгам вот один тайский бат это один рубль а есть автоматы и банки которые меньше процент берут поэтому там со временем вы это уже узнаете но в любом случае там конкретно какой-то валюты иметь не надо разницы абсолютно никакой нет любые деньги в таиланде без никаких проблем то есть принимаются так будет ли зависеть цена съема жилья если я снимаю не на месяц на три года будет притом будет зависеть очень даже то есть разница будет конкретная потому что даже я сейчас помню такие дома с бассейном когда минимум этого одним словом очень хорошие дома все очень красиво все четко все замечательно сейчас точно не буду сумму говорить но и когда их берешь на три года арендуешь они стоили около 250 300 долларов когда же их берешь месяц три месяца полгода они стоили минимум 500 долларов то есть 500 600 700 долларов такие у них цены были то есть на тот момент это несколько раз я видел я не знаю как буду говорить за все что там творится но несколько раз я видел что если ты берешь на год на два на три года какой-то жилье и здесь она в принципе даже в два раза можно дешевле найти вот жилье искать тоже очень легко то есть по улицам ездишь и обязательно по интернету ездишь по улицам или ходишь прогуливаешь по улице везде это for and true for and true rent или апартный форен написано заходишь спрашиваешь и насчет жилья такие вещи есть что то есть жилье можно найти обязательно можно найти то есть вы приезжаете не надо спешить не надо иногда бывают такие ситуации когда ты думаешь уже все уже все невозможно уже дешевле найти уже сложно за партий допустим цена какая-то примерно станет у вас примеру там 20 тысяч рублей 20 тысяч бат да уже думаешь но все уже меньше не бывает и раз в какой-то момент смотришь в лучшее жилье в лучшем месте и оказывается буквально за 10 ну за 12 тысяч за 15 тысяч то есть обязательно стоит искать не спешить тем более если вы на долгий срок едете чтобы такое дешевое жилье найти а его найти можно так как можно получить насчет гражданство я сейчас не буду точно говорить но я насколько я помню я у влада который я сейчас говорил сайт вам я обязательно ссылку ставлю на него вот я у влада спрашивал этот вопрос тоже и насколько я помню это гражданство получить не то что невозможно но это слишком что-то там было слишком сложно скажем так по крайней мере для для мужчины кажется было не буду я точно говорить я просто помню у меня осталось голове что-то было очень сложно практически невозможно даже так но я обязательно и на сайт влада и на именно на этот вопрос про гражданство я тоже видео ставлю в этом ответе внизу такие дела таки так вроде ответил на ваши вопросы глеб если что-то еще не досказал еще что-то интересует спрашивайте теперь алина тоже вопрос по тайланде и вопрос такой скажите пожалуйста как лучше ехать отдыхать в тайланде дикарем или по готовому предложение турагентства алина дело в том что как лучше ехать и зависит ну во первых от многих факторов зависит я вам сейчас так примерно перечислю плюсы минусы скажем так допустим если вы молодая девушка или даже не обязательно молодая если у вас со здоровьем все хорошо там легко переносите жару таких проблем нету конечно лучше ехать дикарем почему я это говорю потому что если у человека не знаю там сердечники бывают там гипертоники бывают то есть возрасте люди бывают если он приезжает в таиланд в таиланд когда ты попадаешь естественно температура совсем другая вот то есть тридцатка духота ужасные вот эти вони особенно бангкок когда только приезжаешь бангкок потому что бангкоке практически дышать невозможно можно этот смог руками трогать настолько там сильно это все стоит и для людей возрасте конечно как мне по крайней мере кажется немножко сложновато в этом плане но если вы молодая если у вас со здоровьем все нормально то конечно лучше ехать дикарем как говорится вот так же естественно дикарем это дешевле это дешевле может быть и в два раза даже в три раза почему потому что насколько я помню людей которых мы и спрашивали как как я видел в этом таиланде допустим 30 тысяч крон 30 тысяч рублей 30 тысяч бат они снижили приезжали на 10 дней это я много многих людей видела сейчас примерно говорю на 10 дней на 12 дней то есть приезжали на ней на две недели и по 30 тысяч по 40 тысяч даже по 50 тысяч там зависимости еще от отеля они платили за это жилье минимум ну пускай максимум будет максимум за 30 тысяч вот то что они платили за 50 да максимум за 30 тысяч такое же жилье ничем не хуже с таким же питанием и те же развлечения скажем так можно все взять то есть это дешевле мне кажется что это два раза дешевле но минимум полтора дешевле если вы едете называем дикарем вот поэтому такие плюсы есть потом опять-таки еще зависит от времени на какое количество времени вы едете если вы едете на месяц на два на три на полгода и так далее конечно лучше ехать дикарем потому что ну как как дикарем ты приезжаешь ты спокойно проблема найти жилье про бы допустим вот сегодня вы приехали в бангкок на первого вас банкок прилет идет найти с жильем проблем никаких нету просто будете идти по улице и валом за любую сумму которую вы захотите за 300 рублей за 500 рублей за тысяч рублей за 10 тысяч рублей то есть на ваш вкус и ваши возможности скажем так жилье найти можно то есть него не будет такого что вы приедете и из-за того что заранее отель не заказали там останетесь на улице придется там в лесу где-то в парке где-то ночевать такого не будет то есть проблем никаким жильем найти нету поэтому приезжаете снимаете жилье которое вам подходит и естественно дальше уже ищите то что вы хотите найти опять-таки где вы хотите жить если вы приедете я не думаю что вы будете жить в бангкоке там пару-три дня перекантуетесь потом уже поедете в тот же в паттайю поедете или на пукет поедете на пукете естественно красивее как мне по крайней мере кажется на пукете красивее более как бы цивилизованнее скажем так более европейская там такая жизнь протекает но и на пукете немного все-таки дороже не очень много но в любом случае дороже и жилье дороже и еда дороже то есть сама жизнь на пукете дороже чем кто ему в той же паттайи и и по себе естественно поэтому после вашего приезда вы уже выберите куда вы хотите если вы еще не вы не выбрали естественно выберите куда хотите на тот же пукет едете там точно так же снимаете в начале жилье там на неделю на три дня то чтобы уже искать нормальное жилье для себя уже конкретно там вот и потом находите жилье и уже живете сколько вам надо но если вы едете на буквально неделю или на даже на две недели то мне кажется конечно лучше все таки взять этот как написали этот пакет предложение взять то есть почему потому что все уже будет готова у вас вы приезжаете вас отдыхать сколько 10 дней отдыхаете неделю отдыхает потому что если вы будете искать сами жилье в любом случае если я имею нормальное жилье вы хотите найти на короткий какой-то срок то это надо один два три дня спокойно там неделю может даже вас уйдет атаку приехали вас все готово никаких проблем нету поэтому опять-таки зависит от срок на какой срок у едете сколько вам лет какое у вас состояние здоровье и с кем вы опять-таки едете такие вот разные факторы то есть есть свои плюсы есть свои минусы поэтому если вас что-то подробнее интересует пишите задавайте я постараюсь ответить такие дела что глеб алина спасибо так же друзья спасибо что смотрите отзор тиви если есть какие-то вопросы заходите на сайт в раздел вопросов все что вас интересует спрашивайте пока все смотрите отзор тв двигаемся в голливуд солнечной калифорнии а а а и а